Здесь очень вылезно, и вы почувствуете дыхание серебряного века. А сейчас слово нашим ребятам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Серебряный век — это светлая грусть, ностальгия по безвозвратно ушедшей прелести, размеренной русской жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Серебряный век — это алое полотнище с серпом и молотом, как символ новой, еще неведомой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэзия серебряного века — это изящество, непредсказуемость, нежность. Это истоки гармонии и красоты. Субтитры создавал DimaTorzok Поэзия серебряного века — самая изысканная, но при этом самая непрочитанная, потому что создавали ее люди необыкновенные, но, к сожалению, не поднятые современниками. Они, часто отвергнутые литературой, а то есть совсем изнанные и уничтоженные государством, оставили в нашей фаэзии яркий облиц прошлого. Биографии многих из них сопряжены с легендой, с какой-то устойчивой ассоциацией, помогающей лучше понять суть человека и характер его творчества. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «На радость вам и мне!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да вот и он! Я – изысканность Русской медвительной речи Придо мною другие поэты – предтечи Я впервые открыл в этой речи Уклоны, перебивные, гневные, нежные звоны Я – внезапный излом Я – играющий гром Я – прозрачный ручей Я для всех и ничей Велический герой Бальмонта Сложен и противоречит Но ведь он строит свой мир Где царит сверхчувствительная красота Любовь и смерть Блаженство и печаль Во мне живут красивым сочетанием Я всех маню, как тонущая даль Уклончивым и тонким сочетанием Блистательно убийственным Как сталь С ее немым, с миином трепетанием Я весь огонь И холод, и обман Я радугой пронизанный туман В свое время Константина Бальмонта Назвали погонение русского стиха За удивительную музыкальность его слов На его стихе было написано Несколько десятков романцев Самыми разными композиторами Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю лесные травы Все, что манит и обманет глаз загадкою И на веки сердце ранит тайно сладкою Я люблю лесные травы Ароматные Поцелуя и забавки Невозвратные Колокольные призы Невозвратные призы Невозвратные призы Невозвратные призы Казы-капотуши Бесс — ч dow И на веки сердце ранит тайно сладкою Все, что манит и обманет глаз загадкою Дорун. И сердце ранит тайны, слов даю. И сердце ранит тайны, слов дана телевизором веком облик. Друзья, а слышали о Велимире Хлебникове? Об этом футуристе он в качестве поэтического псевдонима выбрал не фамилию, как это было принято, а имя. Выразительная и всеобъемлющая. Велимир, владеющий миром. Исключительная личность, легенда о нем, это история человека, воспринимающего мир глазами ребенка и дикаря. Человека бездомного и не от мира сего, скитающегося по стране с узелком наволочкой, набитой гениально сумасшедшими стихотворениями. Образ Велимира Хлебникова — это образ поэта, высыпающий свои произведения из пресловутой наволочки в костер, чтобы согреть звездающего ребенка. Он не играет роль, не создает искусственный себе образ и легенду. Он стремится к людям, обижается на их толчки и удары за то, что не может быть похожим на них. Я ведь такой же, сорвался я с облака, много зла мне причинили, за то, что не этот, всегда нелюдим, всегда нелюбим. Многие его стихи представляют собой афористические миниатюры, заключающие в себе огромный смысл. Когда умирает конь, дышат. Когда умирает трава, сохнут. Когда умирает солнце, они гаснут. Когда умирает люди, поют песни. Годы люди и народы убегают навсегда, Как текучая вода в гибком зеркале природы. Звезды — небо, рыб — мы, боги — призраки из тьмы. А сам миллимир хлебников кто? Романтик, реалист, модернист, фантаст. Владимир Маяковский назвал его колумб новых поэтических водерейков. В немало надо краюшку хлеба, да каплю молока. Да это небо, да эти облака. Слушайте его стихи и решайте для себя сами, кто он. Там, где жили сваристели, где качались тихо ели, Пролетели, улетели, стая легких премерей. Беспорядки диким теней, где как морок старых дней, Закружились, зазвенели, стая легких премерей. Стая легких премерей, ты поюна и вовна. Душу ты пленишь, как струны. Ну же, звонкие паюны, славы легким премерям. Крылышко я золотописьмом тончайших жил, Кузнечик в кузо-пузо уложил, Пребрежных много трап и вверх. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензевер. О, лебедиво, о, озари! Премер хлебников бывает непонятным, Но он, безусловно, дует ипульс творческому воображению читателя. Может быть, и послан он был не для наслаждения, а для талучка. Например, когда выдвинул идею о создании нового звукового образа Посредством цветописи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дрожат неровно трудное дыхание И на груди мои дрожат цветы небывшего свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Заметьте, в нем нет ни идеализации мира, ни в романтической окрашенности. Поэтесса, как бы испадовать, разрушает миф о женщине-поэте. Легенду о легком и радостном полете в мире поэте. В стихотворении скатерматизм в жизни героини. Ее жизнь — это трудное дыхание. Все отнято. И сила, и любовь. В немилый город, Прошенное тело, Нерадость солнцу, Чувствую, что кровь во мне совсем похолодела. Веселой музой нрав не узнаю. Она глядит и слово не проронит. И голову в веночке темным клонит, Изнеможенная на грудь мою. И только совесть с каждым днем страшнее бесснуется. Великой хочет Дани. Закрыв лицо, я отвечала ей. Но больше нет ни слез, ни оправдания. Приходи на меня осмотреть. Приходи, я живая, мне больно. Эти губы никому не согреть. Эти губы сказали, довольна. Каждый вечер под носом, как мой. Мое кресло. Я вижу дороги. От себя никогда умреку. За последнюю полечи тревоги. Не боюсь на земле ничего. Закрывания в тяжелых леднея. Только ночи страшны от того, Что глаза твои вижу во сне. Ахмедовна, первая в мире из поэтесс, Которая смогла глубоко и полно Выразить всю драматическую, Но бытийную суть любви. Она словами поэзии сказала любви так, Когда о нее не говорил никто. Эта встреча никем не воспета. И без песен печали любилась. Наступило прохладное лето, Словно новая жизнь началась. С водом каменным кажется небо, Уязвленное желтым огнем. И нужнее насущного хлеба Мне единое слово о нем. Ты, росой окропляющей травы, Вестью душу мою оживи. Не для страсти, не для забавы, Для великой земной любви. Голосы Анны Ахматовой Это не только чувство любви и еженности, Это глубокое чувство любви к родине, Высокий патриотизм, Ее гражданской поэзии, Трагедии целого поколения. Ее голос стал голосом русского народа, Глубь совести, глубья, Глубь правды. Я — голос ваш, Жар вашего дыхания, Я — отражение вашего лица, Напрасных крыл, Напрасное трепетание, Ведь все равно я с вами до конца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Таких, как Анна Ахматова, Возможно, нет и не будет. Есть. Женская книга стихов, Написанная в тайне от отца На свои собственные деньги, Вошла ровесница серебряного века Марина Светаева. Красную кистью Рябина зажглась, Падали листья, Я родилась. Спорили сотни колоколов, День был субботний, Иоанн Богослов. Не и до ныне Хочется грызть Сладкая рябина Горькую кистью. Предельная жалость И поэтический порыв, Полнота звучания И насыщенность гармонии, Энергия и страсть. Такое было велика Эта замечательная поэтесса. Мои стихи — дневник, Моя поэзия — Поэзия собственных имен. И такую апоэтизированную любовь Мы встречаем в ее стихах. Мы с тобою лишь два отголоска. Ты затихнул, И я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска Отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом. Наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом. Мне порой до слеж тяжело. Станет горечь улыбку из гора, И усталостью станет печаль. Жаль ни слова, поверь, И ни взора. Только тайны утрачены, жаль. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, Распущенной, и не играть словами, И не краснеть душливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне. Спокойно обнимайте другую, Не поручите мне в адово огне гореть за то, Что я не вас целую. Что имя нежное мое, Мой нежный, Не упоминайте ни днем, ни ночью всуе, Что никогда в церковной тишине Не пропоют над нами. Аллилуйя! Спасибо вам и сердцем, и душой За то, что вы меня, не зная, Сад, так любите. Самой ночной покой За редкость встреч с закатными часами, За наши, не гуляй, не под луной, За солнце, не у нас над головами, За то, что вы, увы, больной мной, За то, что я больна, увы, больной. Мир души и сердца в ее стихах Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, В сорвавшемся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, Светилища, где сон и фемиан. Моим стихам о юности, о смерти, Нечитанным стихам, Разбросанным в пыли по магазинам, Дих никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным вином, Наставит свой черед. Черт. Кэтлин, наверное, газ Плыл по уставшей комнате, В безотзевая глаз Те, что вы вряд ли вспомните. Крылся неравно путь, Вы среказались голыми, Из пистолета грусть Целилась прямо в голову. Звучки летели вниз, Громко ругались двойки, Я выбирала жизнь, Сидя на подоконнике, В утренний сонный час, Час, когда все растаяло, Я полюбила вас, Марина Цветаева. Крылся неравнодинка, Крылся неравнодинка, Поэты, чьи имена и стихи сегодня звучали, жили в прошлом и позапрошлом веке. Изменилась ли по форме, по содержанию поэзия сегодняшнего дня? Сегодня тоже есть поэты и, может быть, также через сто лет их стихи будут звучать в литературной костинке, а имена будут произноситься с чувством глубокой благодарности и благоговения. Послушаем лирические размышления учениц 10-х, 9-х классов, ровня к Юлии и Ивановой Анастасии. Я прочитаю одно стихотворение, оно называется «Пилот». Свет. Я вижу жесткий белый свет, и в голове моей так холодно и пустно. Я больше не боюсь, сомнений нет, и выхода. А до того мне жутко, я беспредельно слаба, я не птица. Это мой двигатель, он барахлит со мной. А вдруг это все просто снится? Нет, это мой последний бой. А за моей спиной живые люди, и паника, и дым, и плач, и стон. Я беспредельно слаб, не место для иллюзий. Отныне я наедине с судьбой. Мне тошно, все плывет перед глазами, а руки крепко держат руль. Как жаль, что этими руками хоть времени не повернуть. А я пилот, я должен и я буду. Загорает сам, свети другим. Я посажу, жизнь это чудо, я не имею права не спасти. Толчок второй, в запасе два, в глазах темнеет. Я не имею права, не имею, а темнота имеет. Я весь движение, я против, я не один, со мной они. У них есть семьи, братья, сестры, их ждут. А может, ждут они? Я верю, нет судьбы, я в силах. И слезы высохли давно, здесь места нет отчаянию. Здесь только да, здесь невозможно, нет. Я обещаю, обещаю. Я беспредельно слаб, я человек, не птица. Я знаю, там земля, пусть не моя столица. Здесь главное попасть и догореть. Еще немного, я слышу, будто залп и скрип одновременно. Я падаю, но все же не упал. Мой двигатель живет, один из четырех. И руки на руле взвешит, винит в ушах, темнеет. Слишком далеко, я не успел, я не попал. Но я живой, пока живой. И я веду, его меня безумно наклоняет, трясет, сбивает. Но я жив, а значит, посажу. Я знаю, боль, головой, стену боли нет. Я посажу, не называйте цену. Я дала бед. Толчок, земля, ремни, бежим. Шаг, шаг, еще один, мне больно, дым. Я вижу, они живы. Я сделала все, что мог. Нет больше сил, причем об землю. Земля, моя земля, темно. Свет, я вижу добрый, белый свет. Я слышу, там сказали мое имя. Да, я не птица, я всего лишь человек. Не только беспредельно слабый, беспредельно сильный. А молодость свойственна наивность. И мнение отличное от всех. Все правилам, законам, неподвинность. И злой, но в то же время глупый смех. Ей свойственны типичные ошибки, что дают время для чужих потех, Теряющие счастье на слезинке. И злой, но в то же время глупый смех. Ей свойственна циничность и жестокость, Беспашенность, обида, зависть, лесть, Зеленая душевная убогость, Пустая необдуманная месть. Но мы не простим ей эти недостатки Взросления неопытной души. Ведь мы верим, все не может быть так гладко, А бесколесно, только малыши. А сейчас слово предоставляется Льву Новому и Чугутну. Тоже поэт. Позвольте мне, Сия, я извиняюсь, Так получилось, что я забыл очки. Поэтому буду вот так, как получится. О чем здесь влечь? Это мои, в общем-то, личные воспоминания О том времени, которое уже давно ушло. Это время первого, второго, третьего спутников. Время, когда не только у вас будут быть Ребята, юноши, девушки, Но и ваших педагогов еще не было. Но мне кажется, что те слова, Которые здесь прозвучат в конце Этого небольшого отрывка, Посмотрите, сидя, Будут уместны Вот как раз Для Тех прекрасных Моментов, которые прозвучали Сейчас здесь в зале. Школа Школа В нашей станице Оксайской Их было три. Одна поближе, В ней меня, Не знаю почему, В нее не записали. А записали в шестой класс Главной школы номер один, В самом центре. Ходить туда далековато, Зато по главным улицам Сначала вниз, по одной, Параллельной с нашей улицей стекольной, Потом повернуть налево, И по самой центральной, Столько же до школы. Первого сентября Классная руководительница Антонина Ивановна Познакомила меня с классом. И класс со мной. Представила меня сразу без компромиссов. Лева отлично учился все пять классов. И у нас так же будет. Так что у нас в классе Теперь три отличника. Женя, Миша и Лева. У нас и почти отличники есть. Вот они и подтянутся. Вторая моя. Я после первой моей Марфы Степановны Любимнейшая учительница. Высокая, красивая, русоволосая, красавица. Да и предмет ее, география, тоже приятна. И всему классу по сердцу. Все без троек. Вместе с другими ребятами Я бывал дома у нее неоднократно. Она нас приглашала. Помню и дом ее на главной улице, И двух ее ребятишек. По фамилии ее не помню. Называли мы ее не географичка, Не классная, А просто Антонина. Без каких-либо кличек, Как часто бывает по отношению К учителям в школе. Уверен, что все присущие мне В дальнейшей жизни грамотность, Тяга и стремление к учебе, К знаниям, Если что и было, То заложено за шестой и седьмой классы В Аксайской моей школе. И когда мне спустя много лет Довелось в Аксайе побывать, То первым и единственным делом Пришел я к месту, Где когда-то давно стоял наш дом. К ней не было уже давно Ни его, Ни соседских во всей окрестностях На стекольной улице. И прошел за тем прежним детским путем До школы, Которая на том же месте, И осталась школой, Только еще один этаж надстроил. И простоял там у школы Сколько-то времени, Вспоминая, Где окна классов, В которых прошли те два года. Возможно, как-то нескромно, Но считал и считаю себя Весьмой грамотным, Прекрасно владеющим русским языком. И заслуга в этом, Прежде всего, Моего тогдашнего учителя Русского языка и литературы, О котором следует рассказать особо. Боюсь ошибиться, Вспоминая его имя и отчество. Что-то туманно похожее В голове вертится, Но ясность памяти не приходит. А вот облик, Манеры, Слова, Весь строй и образ его общения с нами, Недорослями и сорванцами, Все это так зримо в память впечаталось, Ясно и как-то статично, Как на старинной фотографии. Высокий, Худощавый, С облаком белоснежных волос, Всегда и зимой, И не зимой, В темном костюме и галстюке. Не пожилой, А просто старый, Скорее даже старинный, Но никак не тянулось Назвать учителя дедушкой, Или как-то похоже. Человек из другого, Запредельного мира, А он и был из другого мира. Он рассказывал нам на уроках литературы, Что еще до революции, После университета, Приехал в Ростов из столицы. Именно так, из столицы, Преподавать, как он говорил, Словесность в гимназии. И после войны В разрушенный в Ростов вернулся, Но гимназии уже не было, И жить прислось уже в станице, А преподавать стал в нашей школе. Об этих уроках литературы и русского языка Осталось в памяти моей Значимое ощущение Чего-то такого большого, Цельного, Некое восстержня всего сущего и необходимого, Без чего нельзя. Чему нельзя, непонятно. Вот нельзя и все. Через владение этим цельным Приходит и все остальное. Какое множество книг Из школьной, из городской библиотек Прочитано за эти два года. Книг, про которые учитель говорил. Их обязательно прочесть. И разных других, нерекомендованных. И не было обсуждений, Изложений сочинений о героях и их героизме. Только спрашивал, Прочем? Понравилась или нет книга? Почему? Расскажи нам всем. Где-то дальше я расскажу о том, Как и почему мне пришлось после окончания, Как тогда говорили семилетки, Уйти в техникум в другом городе И начать уже с 13,5 лет Жить самому, Вне родителей и родительского дома. Так жизнь сложилась. И кто его знает, Каким бы и кем бы я стал, Проучись я дальше, До окончания школы, У своего, С больших букв, Учителя словесности. Дорогие зрители, Мы надеемся, Что это прикосновение К поэзии Серебряного века Оно не пройдет зря. Может быть, кто-то из вас, Послушав сегодня наших ребят, Начнет такое глубокое, Настоящее погружение Поэзию русской литературы. А нам сегодня хотелось бы Верить в то, Что литературные гостиные В нашей школе Будут продолжаться, И следующие ребята Будут тоже нас радовать Своими выступлениями. Хотим пригласить на сцену Участник нашей гостиной, Дети-классников. Большое спасибо Всем девятиклассникам За доставленное удовольствие. Спасибо руководителю Кореографической студии Светлане Александровне. Спасибо музыкальному руководителю Нашего проекта Специалисту по вокалу Капитолине Николаевичу. Спасибо руководителям Музыкальных студий Алию Владимировну И Андрею Анатольевичу. Кстати, хочется сказать, Что Андрей Анатольевич сам Написал музыку на романс, Который прозвучал сегодня На стихи Бальмонта Лесные травы. Спасибо звукооператору Евгению Викторовичу. И, конечно же, Спасибо директору Основной и старшей школы Наталье Валентиновне И заместителю директора По воспитательной работе Ольге Александровне. Потому что Их поддержка Мощная поддержка Нам очень-очень понадобилась. Спасибо зрителям За то, что нашли время Посетить нашу детскую Спасибо. Мы хотим сказать спасибо От всех учеников Девятых классов Нашим классным руководителям Которые справлялись с нами И учили нас И на самом деле Это было замечательное путешествие В Серебряный век. Спасибо вам большое. Дорогие друзья Вы, наверное, Обратили внимание Что третья четверть У нас вот такая Литературные будут гостиные Впереди музыкальные гостиные ждут И, конечно же, 16-го числа 16-го февраля Мы приглашаем всех вас На премьеру Спектакля Ромео и Джульетта Кстати, спектакль будет В двух действиях Спасибо девятым классам Татьяне Николаевне И Наталье Васильевне Огромное спасибо 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 Спасибо. 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 Спасибо.